Всем привет и добро пожаловать на кухню фитнес инструктора Саши Браун. Итак, сегодня мы поговорим о морковке. Очень вкусный и полезный овощ, но очень многие продолжают о ней спорить, полезная ли она при похудении или вредная. Есть несколько нюансов. Во-первых, да, в ней высокое содержание сахара, да, у нее высокий гликемический индекс, и даже при варке он еще больше повышается на 85 единиц. Поэтому, конечно, вареная морковка еще хуже, чем сырая, можно так сказать. Но сами подумайте, когда он хочет что-нибудь сладенького и хрустящего, то, я думаю, лучше покушать морковки, чем потянуться за конфетой. То есть, есть несколько вариантов, когда все-таки можно при похудении кушать этот овощ, и когда лучше его убрать. Могу честно признаться, что когда я только начала работать с моим онлайн-тренером Кимода в 2007 году, он мне дал в моем плане похудения, трансформации тела морковку. То есть, у меня был на вечерний перекус порция морковки. Когда мы перешли на подготовку к соревнованиям, там мы уже убрали морковку и свеклу. То есть, эти овощи, они высокое содержание сахара, высокий гликемический индекс, поэтому там мы их убрали. Но, честно признаюсь, иногда даже на подготовке в последнее время, ну, очень хочется чему-нибудь вкусненького, сладенького, хрустящего. Я, опять же, лучше съем немножко морковки и сделаю какое-то экстра кардио, чем я буду тянуться за конфетами, окей? И при похудении, при наборе мышечной массы и, в принципе, даже при подготовке на соревнованиям можно иногда себя побаловать этим овощем, но, опять же, не увлекайтесь. Я также хочу показать один из моих любимых перекусов или снэков. Это морковка с протеинно-арахисовой пастой. Так что, когда у меня такой день, когда мне нужно где-то быть в дороге, в офисе, на работе, я всегда сделаю, приготовлю себе вот такой маленький немножко воды, протеина и арахисовой пасты, получается, как нутелла полезная. И с морковкой я потом в прикуску его кушаю с чаем или с кофе. Попробуйте. Так что, наш вывод. При похудении морковку можно. Опять же, как вариант, если выбираете конфеты или морковку, при наборе мышечной массы, да, можно. Здесь и не страшно ее кушать. И при подготовке на соревнованиях можно, но ближе все-таки к соревновательному дню лучше ее убирать. Опять же, из-за количества углеводов, высокого гликемического индекса. Так что, попробуйте мой рецептик. Очень вкусный. И кушайте. Будьте здоровы. До следующих встреч. Пока. Вот такой вкусный и полезный получается перекус или снэк, смешав шоколадный протеин от BPI с арахисовой пастой и кушать с прикуску с морковкой. Попробуйте.